Итак, всем привет! Это 10 серия нашего прохождения игры Fallout 3. У нас на повестке дня два, собственно, важных квеста в Ривит-Сити. Туда мы и отправляемся. Нам нужно... Они взаимосвязаны, собственно, в поиске андроида и в поиске... Того, кто же все-таки основал Ривит-Сити. Не обращай на меня внимания. Я бы хотела побыть одна. Да ты шо? Так, общество по сохранению из полиции. Вот он, наверное, должен знать. Нет? Конечно же, он ничего не знает. Лаборатория. Никаких проблем в округе? Вить! Где там этот... Авраам? Ой, блин. Слышишь, полни. Ты кто? Психа есть? Мне очень надо шернуться, но я на мели. Ха-ха! Торгую наркотой, но сижу без денег, и шернуться не на что. Моя жена, Синди. Она все время проверяет склад. Если я хоть что-то возьму, она меня больше на порог не пустит. Угу. А? О чем? Об истории? Понятно. Здесь безопасно, нет? С помощью доктора Ли, возможно, мы даже... Может быть, может быть. Пока. Вроде бы ее как-то можно отучить от наркоты, или я что-то путаю. Ладно, фиксим. Так. Дядь. С нетерпением жду, когда декларация пополнит коллекцию общества. А, кстати, как забавно. Я практически все знаю о великой столице. А вот про Ривид-Сити ничего в голову не приходит. Это, конечно, далеко не так важно, как история Вашингтона. Однако вдруг Беннон что-то знает. В конце концов, он член совета. Угу. Хорошо. Мы сейчас совсем побазарим. Мы узнаем. Мы докопаемся, сука, до истины. Это, блядь. Где-то тут была лаборатория. Вот сюда мне надо, да. Да. Лишние рабочие руки нам бы не помешали. Тут все разваливается на части. Прошу прощения, у меня много работы. Я помогаю доктору Ли, когда надо что-то переставить. Я не ученый. Просто двигаю тяжелые вещи. Грущик, грущик, парень работящий. Грущик, грущик. Брят, кладет и тащит. Что тебе нужно? Угу. Так, ты, собственно, ничего не знаешь. Пока. Так, ты точно ничего не знаешь. А где сама ты, доктор-то? Что тебе? Я уже рассказала тебе все. Так. Да, кстати, я говорю. Я знаю все про научную лабораторию, а вот про город ничего сказать не могу. Хотя, вроде как, тут почти с самого начала. Кажется, целую жизнь назад все было. Боюсь, ничего с той поры в памяти уже не осталось. Понятненько. Они ничего не знают. Так. В гостинице. Может быть, и в гостинице есть клиника. А, вот ты. Никаких ранений не вижу. О, и я бы и рад помочь. Честно. Вот только я про историю этого места ничегошеньки не знаю. Ты не смотри так на мой возраст. Лет мне, конечно, немало. Но я же не все эти годы тут просидел. Ладно. Пока, мужик. Ну, нам надо вообще с Бенном базарить. Ну, я со всеми буду базарить. У меня так прикольные. Приятно вновь видеть вас, мэм. А ты не в курсе? Они женятся. Ура! Это замечательно. У нас много лет не было свадеб. Замечательно. Бедный Джеймс. Его мать слишком много пьет. А когда напьется, она плохо с ним обращается. По-моему, она винит сына за то, что ее бросил муж. Но это же нелепо. Завтра в три часа. Дождаться не могу. Я так рада за Анжелу. Хорошо. Ну, я могу рассказать про свою гостиницу. Но про то, как появился сам Ривит Сити, ничего не знаю. Но, понимаешь, люди, конечно, разные говорят. Можно о чем-то догадаться, но я не берусь ничего утверждать. Боюсь направить тебя по неверному пути. Если подумать, Си Грейв может что-то знать. Он еще совсем ребенком был, когда здесь оказался. Даже не представляю, кто может знать этот корабль лучше него. Прощай. Там теперь на рынок, по идее, надо. Сэр. Да. Нам именно сюда. Жить. Так. С этим не буду. Значит, вот тебя надо допросить. И тебя надо допросить. Вот тебя и начнем. Здесь вокруг. У меня тут все на любой вкус. О, а что я могу знать. Сколько живу, город тут стоит. А мы его чиним и ухаживаем за ним. Я практически сразу, как родился, хвать гаечный ключ. И туда. Чинить. А вот политика меня всегда мало интересовала. Она так сказала? Ну, думаю, за годы я, конечно, много что узнал. Тут никто столько времени не провел в обнимку с интимными местами старушки, сколько я. Я это про Ривит-Сити. Ну, не про Веру. Вера ведь не старая. И я ее не того... Не интимно. Правда, я бы и не... Ну, нет. В общем, так или иначе, у Пинкертона в отломившемся носу судно могут найтись какие-нибудь подсказки. Он тут прожил куда дольше меня. Там у него было много разного барахла. Хорошо. Помнится, из сторожилов тут был мистер Пинкертон. Только он лет 10 уже как ушел куда-то после ссоры с учеными. У него был маленький сарай в отломившемся носу судно. Мы всегда думали, что только совсем сумасшедший будет там вещи держать. Там могли остаться какие-нибудь записки. Только осторожнее. Там, в глубине корабля, может быть опасно. Это я знаю. Ну, нашу девочку изрядно потрепало еще в те времена, когда тут гнездились болотники. Ну, еще потом, когда мутанты пытались ломиться. Пока мутанты и болотники воевали друг с другом, нам как раз хватило времени, чтобы привести корабль в сносное состояние. Ну как? Это ответ на твой вопрос? Так или иначе, пока мы в Ривит-Сити, город в хороших руках. Хорошо. Нам надо найти Пинкертона. Но сначала мы вот с этим дядей поговорим. Он все-таки тут типа мэра. По-моему, мы уже виделись. Дай знать, когда захочешь что-нибудь купить. О, я, можно сказать, все тут устроил сам. Двенадцать лет назад, когда я пришел, все, что тут было, кучка неудачников в проржавевшей латчонке. Но теперь я вхожу в совет, и под моим руководством мы стали самым сильным поселением на пустошах. Конечно, пара неудачников так никуда и не делась. Кому хочется уходить из хорошего места? Ну да, конечно, но пока я не появился, ничего особо важного тут не было. Это все дремучая история, она никому не интересна. Но если тебе очень хочется зря потратить время, иди и поговори со старой коргой у барной стойки, красоткой Бонни. Хорошо. Надо же, как давно мне не доводилось слышать это имя. Сам я с ним никогда не встречался, но говорят, что он один из основателей Ривит-Сити. Ходят слухи, что он погиб, пытаясь разведать отломанный нос корабля. Другие говорят, что он ушел в Анклав. Кстати, у него же вроде тоже есть квест, да? Попал и что-нибудь интересное. Ну-ка. В совет входят доктор Ли, шериф Харкнесс и я. Мы собираемся по понедельникам с утра. Я человек очень влиятельный, знаешь ли. Куда больше, чем Си Грейв Холмс. Так вы с ним знакомы? Он хочет занять мое место в совете, но я этого не потерплю. Вот уж нет. Он темная личность, хотя у меня нет доказательств. Вот если бы кто-то нашел улики у него в каюте, скажем так, я был бы очень благодарен. Ну, ладно. Где-то там было у нас что-то там. Садись, где тебе удобнее. Сейчас кто-нибудь подойдет. Вряд ли. Кстати говоря, может ты знаешь что-нибудь? Подожди. Подожди, вот ты, вот ты. Позволь мне представиться. Я Гэри Стейли. Шеф-повар и гурман. Я буду готовить твою трапезу. Мое фирменное блюдо кексы из болотника. Хотя игуана тоже пользуется спросом. Вот кексиков я бы купил. Тогда ты и не разочаруешься. Страдает? Уже нет. Она выходит за него замуж. Я так рад за мою девочку. Говорят, когда гидропоника заработала, сюда набежала куча полезного народу, но это явно не самое начало. Так? Если подумать, Вера Уизерли может что-то знать. Она все время здесь и постоянно с кем-то разговаривает. Если кто тут и знает пару-тройку интересных историй, так это она. Да, он каждый вечер приходит к концу дня в надежде, что Синди даст ему закрыть лавку. Слава богу, она слишком умна, чтобы ему это позволить. Понятно. Спасибо за визит на галеру Гэри. Ну, кексы болотника я покупать не буду. Зачем оно мне? Оно мне не надо. Так, лаборатория... Сейчас найдем мы комнату Си Грейва. Ну, по пути. Бару. Черт. Не туда вышел? Ладно. Это бар у руля. Будешь нарываться, будешь иметь дело со мной. Бар Сучилу. Выпивкой не угостишь? Мне бы сейчас не помешало. Нет. Давай с ней по-ля-лякам. Что тебе принести? Виски с водой и воды поменьше. Эй! Какого черта тебе надо? Че тебе не нравится? Об истории? Тебе что, так мало грязи, что захотелось копнуть поглубже? Даже не знаю, есть ли у города официальная дата основания. Думаю, он тут всегда был такой с этой речкой и всякими уродами. Хрен тебе, а не истории. Придумают тут. Ладно. Вот что скажу. Иди в сарай Пинкертона, что в отломанном носу корабля. Может, он тебе урок истории устроит, а ты от меня отстанешь? Давай, вали из моего бара. Ура! Нас послали туда, куда надо. Так. Я не помню, где тут комнаты этого самого Пинкертоши. В смысле, не Пинкертоши, а этого. Сегрейва. Сегрейва. А где он может быть? Сегрейв этот мост. Это рынок. А жилые комнаты где? Рад тебя видеть. А я нет. Не рад. Так, это у нас дверь Каннель. А, ну, это тут. Должны быть еще и Сегрейв. Чище я уже не от Драйв. Пора идти на среднюю палубу. Пора. Заперто. И да, я вижу, что ты на это поглядываешь. Подождем. Ты же тут не стоишь. Нет, не стоят. Никаких проблем в округе? Никаких. Можете проходить, офицер. Сука, что ж они ломаются так быстро? Прямо три раза раз и нет заколки, твою мать. Так, закроем на всякий пожарный случай. Посмотрим, что у тебя есть. Разведброня. Ядерная батарея. Ага, мне-то мне ничего не надо. Так, средний уровень. что там у него с уликами-то. Давайте глянем. так. Три из девяти. Не то Тоже не то А вот это может быть Нет К сожалению Даже не знаю Нет Не получится выбрать Потому что Здесь значит не на Вот это вот Другой разговор Вот так вот Это делается Так Идея создания Оружия выживания Понравилась идея Как создать оружие Для выживания С опустошем Разум Костыли По идее Я смогу сделать Что-то вроде Порощи Стреляющий Костылями Ужас какой-то И Ну это же не улики А еще то что Можно взять у него Сундук пустой А больше Пойдем поговорим Пойдем поговорим С этим Беннадом Да Ну и Хер с ним Я даже не знаю Как это делать Потому что Я вроде Не в ту сторону Что-то значит Там надо взять Как бы Да Нет Давайте смотреть Значит Здесь у него пусто В шкафу У него Металлолом Развезд броня Это все не то Здесь у него Жрачка Здесь у него Ничего Койка Пепельница Кружка Нет нихера Короче Нет улик Ты ничего Не видела Угу Ой да ладно Так Нам теперь В этот В нос В нос Надо Научного врата Нет Ну и сюда Можно На палубу В смысле Нам вообще Надо выйти По идее Рынок Ну давай Рынок А нет Лестница Ага Так Значит Нам Значит Нам Надо Отправляться На нос Вскрыть Эту фиговину Мы не можем Нам придется Нырять Вот Я Что я Не в курсах Я Вспомнить Вспомню ли я Как туда Проникнуть Да Вот так вот Именно Именно здесь И можно Проникнуть Давайте Сохранимся На всякий случай Вспомню Вспомню Может быть В жизни Это Получится Так Немножко Ай Ай Так быстро Нихерася Она 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 Так Давайте Еще раз Сохранимся О Прям чуть-чуть Не хватило У нас Да Здесь так Может быть Много интересного Да Мы пришли Так Здесь у нас Болотники Обитают Поэтому Мы Сейчас Вооружим Конечно Боевым Друговиком Вон Он Идет Иди Сюда Тварь Такая Там Еще Один Идет Надо Спрятаться Ой Бля плохо готов так не кисло я сейчас радиации подниму нормуль так но у меня антирадин то есть да ведь так и здесь будут растяжки стопуду давайте еще тут полазим чтобы нет может быть тут что-то есть а может быть и нет ничего нет здесь точно есть эти ловушки это столько было только я не помню где именно надо очень-очень осторожно очень-очень аккуратно ходить да тут только подняться надо кстати сохранимся сюда или туда мина вот она активная кстати говоря спасибо есть еще мины я даже смогу знаки хочу есть они там или нет вот растяжка хорошо это у нас тут блин тут был тут газ этот вообще замечательно просто я считаю что это я не вижу тут мать его газ вы думаете я не вижу да вот мужик просто маньяк навык ремонта 45 и выше ну по-моему у меня есть подождите сколько у меня еще навык ремонта 37 с я надену 40 балет 42 нужно 45 а тут два дробовика я бы их мог взять себе ну вроде все здесь здесь эта штука мне не нравится взрывчатка 30 или выше плохо я наверное сейчас поступлю очень глупо поэтому я наверно сохранюсь прежде чем поступлю очень глупо все-таки попробую сделать это что-то не вижу перекрестья да я действительно поступил ну очень глупо они осмотрите я выжил хорошо кстати эта штука надо взять чищеная вода нафиг не настолько много так вот сделаем нормально так вот теперь больше тут и нет ничего я пришел туда куда мне надо или я пришел туда куда мне не надо одно из двух либо я пришел туда куда мне надо либо туда куда мне не надо по-моему я пошел туда куда мне надо значит я считаю что надо пройти туда сюда вот по крайней мере интересно что здесь а это вот оно что это тот сам та самая дверь понял я мог пройти не через болотников а через вот здесь вот принципе все нормально у него тут даже ядер колы есть хереть ну пин киртоша переключатель чем делает открывает дверь а это а это ловушка взрывчатка стопудово это все фигня сохраняемся потому что тут его наверняка надо будет убалтывать часа у меня с красноречием это не ахти как хорошо это тот самый андроид не очень оптимистичный собственно меня не видят не видят ну я тогда заберу у тебя эту книжку так я имею ввиду не очень оптимистичная картинка да скелет добрый вечер ты так спокойно ты еще что здесь делаешь а наверное ты что-то из себя представляешь если уж удалось добраться сюда живьем а сейчас расскажи-ка мне какого черта ты беспокоишь старика который хочет только чтобы его оставили в покое ну что молчишь живу я здесь живу ну и работаю потому что тут нет доктора ли ее мартышек которые выделываются под ученых тебе удалось обойти мою защиту значит в голове у тебя не опилки и поскольку я еще жив думаю ты здесь не для того чтобы убить меня логично пожалуй я ничего не имею против твоего общества только ничего не трогай ну я спер книжку до того как ты сказал ничего не трогать так что не считается секретная у меня работа ладно если тебе уж так надо знать я электрик и компьютерщик а еще немного врач и вообще самый одаренный ученый которого ты когда-либо встретишь да 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 и самый хвастливый походу я основатель ривит сити да так а это стерва ли со своей банды меня вышвырнуло ха тоже мне проект чистота банда кретинов даже воду очищать не умею что вот только делать мне нечего как с тобой болтать об этих подонках наверху марш отсюда ха похоже кое-кто поразнюхивал на славу ну что же я удивлен что эти мерзавцы меня еще помнят наверное они до сих пор смеются как ловко они тогда выперли меня из совета но ты можешь всем рассказать правду я как раз хочу рассказать для этого придется вернуться на 40 лет назад к тому времени когда остатки института океанических исследований вычистили болотников с этой развалины мы тогда искали новую базу для лаборатории а в этом ведре с гайками чудом уцелел научный отсек после того как лаборатория заработала вокруг нее выросло все что ты тут видишь а командой ученых руководил некто пинкертон слушай а сколько тебе лет дядя даже если тебе на тот момент было ну лет 30 значит сейчас ты 70 а вот только лет 18 назад сюда заявилась ли со своей маленькой сволочной командой всем растрезвонила про свой супер пупер проект чистота и все мои сотрудники ушли работать к ней предатели а потом она выперла меня из совета и заняла мое место к тому времени я был только рад со всеми расплеваться черта с два я покину город который я сам сделал великим да какая разница какой-то прожект по гидропонике которые на прожект а прожект надо правильно ударить поставить однако же мои сотрудники больше увлекались этим проектом нежели такими мелочами как наладка оборонных систем и попытки вернуть этому корыту плавучесть мерзавцы предатели все как один ну конечно у хорошего ученого всегда все данные в порядке вот держи уже никто наверное не вспомнит что у меня есть запись первого собрания совета забирай может получится поставить там всех на место окей ты о чем вообще девочка ничего не знаю ни о каком таком как там его андроиде что это ладно как скажешь этот андроид даже не надо было убеждать теперь он зовется хардерсом пришел и попросил перелить ему память я взял его прежние воспоминания и заменил их новыми думаю раньше никто этого не делал по крайней мере здесь эта техника содружества вовсе не так сложна на самом то деле кроме того я единственный на пустошах у кого хватит опыта и выдержки сделать пластическую операцию ткани андроида не так уж отличаются от наших тебе нужны доказательства я все задокументировал чтобы сунуть под нос доктору ли если захочу потрепать ей перышки ненавижу эту высокомерную суку эх она сука твоя правда она сука разрушила всю мою жизнь но я так понимаю тебе на это наплевать ладно это все в компьютере вот тебе пароль посмотри своими глазами черт да возьми просто фотографии и кассету собственные слова искусственного человека только харкнесу не говори он тебе все равно не поверит и тебе честное слово не понравится если он разозлится он может стать немного негостеприимным ну да ты о чем-то кстати умолчиваешь да ну ладно понимаешь я не стер его память как он просил но я сделал ее недоступной совершенно почти то же самое по сути но она никуда не делась ее можно пробудить нужно просто назвать код просто скажи ему активировать а321 код возврата фиолетовый и все скрытые под программы запуститься угу ха как ты считаешь я хотел покопаться во внутренностях этой консервной банки содружества поглядеть что там интересного там такие штуки есть о которых я только слышал да и то не верил могу понять почему этот зиммер так хочет вернуть его назад хорошо да по большей части это просто развалины как и тут но ходят разговоры слухи в основном насчет места под названием институт именно оттуда пришел зиммер да и сам андроид бог знает что там еще происходит но нашим техникам это и не снилось сто процентов хорошо понятно все с тобой так пластическую операцию не надо не теряй бдительности так что там у нас по заметкам давайте глянем у нас тут много всего два операции да он вообще не изменился на самом деле пароль мизантропия так присутствовали так ясно 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 это я зачитывать не буду просим обыскать комнату предмет только обыскал но что-то как-то не получилось так так вот она то лентонская так она осаждет тысячи крышек тысячи крышек слишком дешево зиммер 1 к тому времени как ты получишь это сообщение меня уже не будет я ухожу из содружества я хочу жить собственной жизнью быть самому себе хозяином я знаю ты думаешь будто я дефектен я тоже раньше полагал что бегство признак неисправности но теперь я знаю в чем дело Самоопределение не дефект Я просто больше не желаю терпеть все это Вы, люди, получите полномасштабный бунт, если не начнете относиться к нам, андроидам, как к личностям Я знаю, ты пошлешь за мной бюро робоконтроля Но я знаю все наши хитрости Уверяю тебя, меня ты не найдешь Когда ты получишь это письмо, я буду кем-то другим Такова цена моей свободы Привет Это мой последний бунтарский акт против системы, которой я больше не принадлежу Прощай, Зиммер, с катертью дорога Ну, хорошо Так, а я выйти-то могу, кстати, через дверь-то Код моей модели А321 Я искусственный человек из Содружества И я собираюсь пройти имплантацию памяти Я нахожусь в Ревит-Сити и уже прошел пластическую операцию Так что я больше на себя не похож Я все еще не могу привыкнуть к новому звучанию своего голоса Но скоро я забуду, что раньше говорил по-другому Я делаю эту запись по просьбе Пинтертона Который изменил мое лицо и сделает также трансплантацию памяти Это будет последним свидетельством того, кем я был Кто я пока еще есть Я хочу жить собственной жизнью Быть самому себе хозяином Я работал в бюро робоконтроля Содружества Но я покончил с той жизнью Мне надоело быть чьей-то собственностью Я не дефектен С каких пор самоопределение стало дефектом? Когда все это закончится, я стану кем-то другим Такова цена моей свободы Моя смерть пойдет на алтарь моего нового рождения Возможно, я войду в легенды, как тот, кто ушел И вдохновлю своим примером других Однако не хочу лгать Я делаю это по эгоистическим соображениям Я дико напуган И бегство мой единственный выход Окей, елки А что тут вообще есть? Куда-то сюда Да Странно Окей А, ну да Вот мы практически вышли Тут еще вспомни, где Серьезно, я что-то заблудился тут А, во Я нашел выход, мать твою Только я сейчас умру Нет, не успел Фух Эх Там ворот, в смысле, успел Радиация, радиация, радиация Ну, здесь мы все сделали Карта мира Задания Ненавижу Андроидов, поэтому я его сдам Мне все время кажется, что они вот-вот дадут сбой и начнут убивать человеков А мы этого позволить ну никак не можем Кстати говоря, может быть надо с этим, с игрой вам поговорить Может быть, кстати Надо подождать Скажем, часов 10 Потому что он вроде неплохой мужик Может быть мы сможем его в совет протолкнуть Я что-то как-то забыл этот квест Да Нет Сообщи мне или кому-нибудь из охраны, если увидишь что-то подозрительное Что-то его нету Где ты? Дядя Сегрейв Она дома же сидит Эй Так, да вон туда Эээ Ага, чего ты хочешь? Кончай бухать нафиг Ага, это Джеймс Моя маленькая ходячая неприятность Если бы можно было, я бы тебе его продала Вообще-то я занята Если у тебя больше нет никаких личных вопросов Понятно Здравствуйте, мэм Все ясненько Понятно Так Дома Он не дома Поражаюсь просто на этого безлаберного дядю Где оно, это тело гуляет Хер его знает Может ты мне что скажешь? Нет, ничего не скажешь Эй, привет А, так вот ты А ты откуда здесь появился? Ты такой счастливчик Оглянись вокруг У меня тут все на любой вкус Украсть? Едва ли Он управляет советом так, как будто это его личный банковский счет Он должен представлять все заведения на рынке, не только себя Самое время его заменить Ну, типа того Наверное Да Ладно, черт Надеюсь, что ты не собираешься это взламывать Да вообще не собирался Ни разу Спасибо, Синди Че б не надо сделать А В лабораторию Вчера в городе была какая-то битва, что ли Охранник у ворот говорил, больше часа стреляли Поэтому я и рад, что живу здесь Старый добрый Ривид Сити Я тоже Эти стены ничто не пробьет Говорят, городской совет планируют восстановить Разве тебе не пора пойти и отнести детали? Так, гостиница Блин, а где вход прямой в лабораторию? Боже, он же Я точно помню Это главный выход Ага Может в быстрой дозе найдется что-то от бессонницы У Синди любая химия есть Я попробую Я так нервничаю Только представь Мы с Диего будем мужем и женой Какой ужас Разве тебе не пора пойти и отнести детали? Да, да, да Я сейчас отнесу Эй, привет Пока Я все время здесь заблуден Короче, я все время здесь Куда-то не туда хожу Научную лабораторию Во Надо, наверное, с ним С ним рассказать Не о чем докладывать Я так понимаю Где это тело? А, вот ты стоишь Чем быстрее ты найдешь мою собственность Харкнес, говоришь? Да Да, похоже на то Он же когда-то работал на специальное отделение полиции и содружества И он как раз здесь В Ривит-Сити Великолепно Нужно подождать Дождаться удачного момента И взять его Благодарю тебя за твое секретное сотрудничество И за соблюдение секретности в дальнейшем А вот и материальное выражение благодарности Этот боевой модуль будет напрямую влиять на твою центральную нервную систему Думаю, ты быстро оценишь его пользу Так Развитые технологии Содружества Увеличивай вашу скорость реакции Чтоб повысилось шанс попадания у вас Отлично Вот это мне нравится Ну да, я потерял карму А насрать вообще Че у меня там? Я все равно добрый Как бы типа Она вернее добрая А андроидов надо изолировать От общества Иначе когда-нибудь они точно сойдут с ума И начнут убивать человека Так, теперь бы надо еще подумать Как бы выйти Так, рынок Ну хотя бы через рынок выйдем Так, мне тут продавать ничего не надо Насколько я помню Можно идти к Мойре Тебе нужен мэр Или шеф Ни то, ни другое Привет Удалось узнать, как был основан Ривит-Сити На самом деле Это древний подводный цивилизации Ага Расспросы первых встречных Не принесли результата, видимо Чтобы добраться до истины Всегда нужно как следует поработать А теперь рассказывай Хм Если принять во внимание Хорошо защищенное место А также выгоду От научных открытий Можно легко представить Как городу удалось так быстро Разрастись Если есть ум Можно многого достичь, а? К слову Тут у меня есть кое-что Что поможет тебе Быстрее соображать В нужный момент Ментата, что ли? Надо сказать торговцам Из Ривит-Сити Что я их положительно Охарактеризовала в книге Будешь с ними иметь дело В следующий раз Получишь скидку Да, ментаты Я пока что отдохну Ну ладно Если ты считаешь Что это так необходимо Давай-давай Кстати, а что там По поводу бомбы-то? Ох, еще чего не хватало Для тех славных ребят Из церкви Это будет настоящим потрясением К тому же Эта бомба Никому еще не вредила Живи И давай жить другим Так? Не, ну маньяки Возле не разорвавшейся бомбы Живут такие Твоя информация Просто бесценна Жду не дождусь Следующей порции Фаталисты, блин Реально Так, что у меня там По загруженности Скажем Ну, по загруженности У меня все хорошо Ну, не очень, конечно Хорошо Так, наука для всех Кстати, надо прочитать Наука увеличена на один Противопехотные мины В принципе, нормально все Китайский автомат у меня Заряженный А я, что думаю Надо в Грейдич наведаться Да, ведь От Супер Марта Ну, да Самое оно Хотя отсюда будет Быстрее Ну, ладно У меня уж отсюда Как говорится У нас же все есть Чтобы по-нормальному-то Себя чувствовать Обзадание Угу Погнали Там, конечно Огнедышащие муравьи Это будет, конечно Можно Стать большой проблемой Саша Как показала Практика Довольно-таки быстро Меня из огнемета Гасят Так, по идее У меня должно все Получиться Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Так Так Ага Голова Не хватает На самом деле Да Не хватает Вот у меня В смысле Это Очков У Д Не хватает Так, ну мы осмотримся потихоньку, полегоньку, мы никуда не торопимся, правильно? Правильно. Так, вижу одного. Надо только его выцелить. О, много вижу. Осторожно. Огненный муравей рабочий. Нормально. О, идет. Воин. Это будет опасно. Вот это плохо. В смысле, голову давай. А вот. Пусто. Так, это доктор Лоско. Теперь я знаю, что такое готовая еда. Привет. Ну давай, скажи мне. Ну давай, скажи мне. Я не на то нажал, то что. Осторожнее. Давай. Сиди там. Так, давайте глянем. Что тут у нас есть? Неверкола. Заберем. Либо заколок, пацаны. Как же так? У меня заколок так мало. А там опять замок, блин, который, сука, средний. Его бы вскрыть, конечно. Но, блин. Угу. Сохранимся на всякий случай-то, кстати говоря. Ура. С первого раза. Получилось. Так. Ага. Ага. У тебя есть тут сахарные бомбочки? У тебя вроде были. Комбочка какая-то. Спать нельзя. Я, кажется, уже пятый раз забываю код от своего терминала. Вот уж правда. Надо научиться самоорганизации. Пароль от терминала for me. Седай. Неужели мне трудно запомнить название семейства муравьё? Действительно. Заметка для себя. Уничтожить эту пленку, как только закончу переезд в новую лабораторию. Угу. Ну, посмотрим что-то тут в натуре. Так, модуль пост, модуль пост, личные заметки. Так, ну здесь он пишет, что он хотел сделать доброе дело, а получилось не очень хорошее дело. Он хотел уменьшить размер муравьёв, а получилось, что добавил им новую обилку, что они теперь пыхают, суки, огнём. Что-то знакомое. Я кого-то слышу. Так, это у нас что? Дом. Кого-то там. Здесь, кстати, может быть чему-нибудь интересное. Анклав. Там-там-там-там-там. Здесь есть книжки довоенные. Я бы не отказался от книженции. Так, патрон, револьвер. Заберём. Фигня, но может быть и пригодится. Вот, заколочка, это хорошо. Зачем я вискарь? Ну, отметить только если. Нам нужно кое о чём поговорить, если ты, конечно, не против. Не против. Давай поговорим о правительстве. Или, точнее сказать, о твоём правительстве, дорогая Америка. Об Анклаве. Что такое Анклав? Ой, заткнись, тварь такая. Так, давайте вскроем это дело. Я всё время жду чего-то. Не надо тут ждать, тут надо проскипывать. Так. Ага. 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 Вот это вот мне не нравится. Тут очень много. Ну, вообще вот. О, хорошо. Это уже шанс. Так. Нет. Нет. Ну, уже очень хороший шанс. Угу. Угу. Вот это. Я практически угадал. Значит, где-то есть ещё одно такое же слово. Вот. Вот. Да. Так. Это у нас... Какой из них? какой. 76. А, ну вот это вот. Получается, да? 76. Это получается 2 октября 76 года. Угу. Угу. Так. Ну, если что кому-то интересно, читайте на паузе. потому что, как бы здесь ничего особо-то интересного нету. А, он из Навара, нихерася, он старается клавливать, походу. Ух. Ух. Сука, такая вещь. Я не могу её вскрыть. Там наверняка что-нибудь хорошее. Прямо вот. Жёстко хорошее. Наверняка ведь. Ну, не могу, так не могу, как говорится. Так. Муравьишки. Пойдёмте с ними разберёмся. Сейчас. Так. Он меня увидел, а я его не вижу до сих пор, а? А, вон он бежит. Блин, ты посмотри, какой я меткий стал. Ну, 95% попадания это с такого-то расстояния было. Возьмём. А, не на этом. Наверху, понял. Пошли. Надо наверх вон туда. Так. Ну, я хочу узнать, что здесь. Заброшенный дом. А, в заброшенном доме ничего нету. Насколько я помню. Один из самых, кстати, классных модов был для третьего Fallout на моей памяти. Это вот из этого заброшенного дома сделали довольно-таки интересное приятное жилище для игрока со всеми делами. Там, с лабораторией. Ну, в общем, со всеми приколюхами. Заколок набрали. Уже шесть штук. Хорошо. Мне это нравится. Такой расклад мне по душе. Чем больше заколок, тем лучше. Слышь, ты что, живой? А ты что, меня как бы не атакуешь совсем? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плохо. Упал. Отжался. Так, а где-то здесь и есть еще вроде как один дом, разы нет. Должен быть еще один дом. Так, это заброшенный. Это один из... А, вот. Вот еще один. Вот он, китайский томат. Патрончики для китайского томата. Это хорошо. Странно, что они не читают вообще. Здесь, кстати, можно будет потом спать. О! А, вискарь. Думал, что это меня накрыло. А шо это я такое съела, да? Ха-ха-ха. Так. О! Саханы бомбы я возьму. Штука с белки. Да не, это все. Все баловство это. Жратва. Ничего она, по сути, не добавляет. По-нормальному-то. Стимулятор гораздо лучше. Ну, в принципе, за это и критиковали Fallout 3. Что стимуляторы стоят очень дешево. Восстанавливают здоровье очень много. И вообще надобность какая-либо в жратве пропадает напрочь. Так, мне ведь надо карта мира. А что мне надо сделать-то? Сообщить печальные новости, осмотреть. Пошли осмотрим, где это. Я такой, что с удовольствием бы осмотрел. Ага, сюда. Темно. И страшно. Я, как бы, увидел раньше, чем я его. Да, блин. Башка не убирается. А, вот выбралась. Серьезно, ты его не убила. Хереть. Плохо. Так, интеллект минус 3. Ловкость плюс 4. Сопротивление огнёв. Отходим. Ах, сука, вон ты где. Это вот уже печально. Нормально. Блин, там ещё кто-то упрятся, походу. Да. Солдат. Солдат не так страшно. Готово. Попаль. Ну, вроде всё. Можно теперь, не боясь идти дальше, да? Нет, кто-то ещё есть, твой мать. Ага. Ага. Вот оно. Воин. Ага. 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 Играет музыка. Ура! У нас следующий уровень. Так, что качаем? Я думаю, можно легкое оружие до 90. И забудем о легком оружии, да? Так, потом. Холодное оружие нормально. Энергооружие пусть будет 30. Надо его все-таки попрокачивать немножко. Она нам еще пригодится. По идее-то так и 15 очков у нас осталось. Так, медицина. Ремонт. Наука. Даже не знаю, что еще прокачивать-то. Ну, не знаю насчет красноречия, насчет скрытности тоже не знаю. Давайте, короче, начнем конкретно так качать науку. Нам надо. Так, теперь давайте посмотрим, что мы можем взять. А, в принципе, ничего нового-то, похоже, и не появилось, да? Папенькина дочка, наука, медицина, прилежный ученик. Не надо. Легкое оружие ремонт. Черная вдова не надо. Понимание. Очков навыков. Может, конечно, ее взять, но зачем? Так. Можете влиять на ручки, но так. Повышаются на 5 очков бартеры красноречия, да? Стальной кулак не надо. Это не надо. По идее, ничего у нас нет. Что бы можно было взять? Давайте еще себе какую-нибудь характеристику вкачаем. Что вот у нас, например, выносливость у нас плохая довольно-таки. Но я, наверное, буду удачу. Чтобы была прям удача такая вот. Офигенская. Критовать будем чаще. По-моему, на криты-то тут как раз-таки. Влияет. Чем чаще будем критовать, тем лучше. Ну, тут больше нет ни хера. Только старые разрушенные дома, в которых тоже ничего нет. На самом деле, я вижу врага. Двух. Ну, непонятно где. А, вижу. Понятно. Вскрытая атака. Солдатик. Не надо так делать. Ага. Так, ну вот. Мы просто, собственно, пришли. Так, что у меня там по оружию-то. Тридцать-четыре-тридцать-три. Ну, в принципе, нормально. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Можно им по усикам стрелять, но зачем? Когда можно и не по усикам. Звук какой-то не позиционирующийся. А вот здесь вот, да? Понял. Солдат. Он помер? Нет, не помер. Давай-ка ты помрешь. Мясо. А что у вас тут есть? Возьмем ящик с минами продадим. Простой. Заколки жалко. Нормально. Ну, раз уж нам тут так повезло, надо сохранить. Так, нам вообще сюда, не сюда. Пока прицелишься, они уже начинают тебя вовсю гасить. Потому что солдат. Серьезно. Их что там двое что-либо было, я не понимаю. Да, блин. Да выбери ты башку, ну, левая нога. Господи. Вот башка, ну, тело давай тогда. Блин, он как будто легко бьет этой своей струей, пипец просто. Какой-то. Наконец-то в пушку. Наконец-то в пушку. Пистолетик. Так, карта местности. Это же заметки. Если вы слушаете эту кассету, значит, мои мозги уже размазаны по какой-то стенке, и вам предстоит кое-что сделать. Вам нужно забрать пакет и доставить его Рональду Ларрену в Гердершейд. Скажите, что вас послал Грейди. Вам понадобится ключ, чтобы достать пакет. Я его припрятал в старом пожарном кране в одном чулане на станции метро Мериголд. Ключом открывается сейф, в котором лежит пакет. Найдите комнату с крутящейся лампочкой. Промахнуться невозможно. Удачи. И, надеюсь, они вас тоже не найдут. Ну да, ну да. Так, вопрос. А там ведь был какой-то служебный туннель. Давайте туда сходим. По-моему, служебный туннель ведет в какой-то тупик. Нам надо туда. Ну, типа, исследовать. Здесь вот, да. Насколько я помню, да, он никуда не ведет особо-то. Только с кучей мравьишков. Готово. Давай, давай, подходи. Подходи, подходи. Подходи, дорогой солдатик. Так, надо починиться. В смысле, не починиться, а закинуться муравьиным мясом. Водичкой. У нас еще есть такое, что можно сожрать. А грязная вода вот есть. Давайте ее тоже применим. Почему бы и нет. Птичка, заколка. Хорошо. Заколка это всегда очень хорошо. Газонокосилка. Мы еще куда-то идем. А мы еще куда-то идем, идем. Голубая ветка. Я как-то не туда пришел. Мне сюда явно не надо. Так, а что у нас вообще по этим, как он зовут, по карте местности-то? Так. Грейдич. Ну, типа того, что куда-то сюда. То есть, вы хотите сказать, что это, в принципе, то же самое, да? А, ну похоже на то, кстати говоря. Я, похоже, вышел в те же самые тоннели, в которые я пришел бы со станции. Ну да. Вот она станция. Но тут два тоннеля. Как бы. Да. Тут два тоннеля, и они ведут в разные места. Сука, воин. Ой, бля. Это плохо. Выберь, пожалуйста, пошку. Ну, пожалуйста. Вот. Спасибо. Спасибо. Не па. И он нагgal. упал да уже заедает тихоньку наш китайский автомат моего пока чинить не буду тут и раздражает все время так вот и а паль блин метка с патрон кончаются как ни странно был так много осталось так мало так стимулятора хорошо о нормально вот это хорошо так я очень правильно но определенно куда-то я иду вот здесь вот есть какая-то какое-то ответвление но я пойду вот сюда сначала сгоняю голова сорок девять процентов плохо тела 71 процент так по-моему вот и него я могу попасть на 95 процентов до не хочет на какую кнопку надо это активировать тыкал 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 она уходить потому что сейчас этот припляться усики тела не глава голову пожалуйста не выбирается все тут вот как ты хоть вот табли говно Нормально жить можно. А что это у нас тут? За дверца. Ой, мать боже, я знаю, что это за место, мне здесь не место. Они сами там пусть разберутся. Там эти, братство Стали воюет с супермутантом. Так, по идее, куда же мне дальше? Дальше мне куда-то вот сюда бы надо, наверное, вот здесь вот что-то хранится-то. Так что я пойду туда. Время-то у нас, кстати, сколько? Ой, блин, а времени-то дохерища. Ладно, сейчас добежим до куда-нибудь. А там уже и прекратим, наверное, серию-то. Тем более, что мне бы не помешало бы сейчас... Загонять бы к морю. Вообще, хоть не глаз выкли темнотень. Воин, да? Воин, да? Воин, понимаешь? Что это творится? Мама. А ну-ка, иди сюда. я пока перезаряжу да да господи жесть большая жесть охеренная просто жесть спасибо пожарный кран не здесь случайно как нет так оттуда я пришел то если пойти то там может быть что-нибудь так давайте-ка на карту посмотрим где мы вообще находимся вроде как мы идем единственно верным путем до так но у меня уже все короче с автоматом то карта мира задания нет подождите так мы возьмем вот этот вот и сразу его починим вот так вот броню еще в нормальном состоянии на самом деле так надо бы простимулироваться слегка опять воин то факт щит постоянно какие-то газы иди сюда что не хочешь то а вот идет окей да и то зачем он дом и киознает Нет. Так, я куда-то вышел. Любопытно, но я куда-то вышел. И, по-моему, здесь получается как бы замкнутая система, что ли, да? А, ну так вот этот леской здесь и торчит. Ну так чё? Я так полагаю, что можно на этом завершить. Разговаривать наверное, слезко будем в следующей серии. Потому что затянулась она сильно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.